На прошлой неделе КамАЗ заявил, что вскоре начнёт выпуск антисанкционных грузовиков поколения К5. В феврале таких должно быть сделано около 70 штук из всего тиража объёмом порядка 300 экземпляров. 6 февраля первый тягач модели 54901, лишённый дефицитного импорта, покинул конвейер. Он избавлен от ведущих мостов Daimler, роботизированной коробки ZF и пневматической системы Knorr-Bremse. Всё это заменено доступными аналогами. Кроме того, инженеры вынуждены перетрясли систему охлаждения, бортовую электронику, электрооборудование, подвеску кабины и даже переделали шумоизоляцию, добавив изолирующий слой в дверях кабины. Как рассказали телеканалу Автоплюс камазовские дилеры, законтрактовать такой тягач 54901 можно, внеся 11 миллионов рублей. Но есть одно важное уточнение. Актуальная цена может оказаться другой, так как напрямую зависит от экономической ситуации. В прошлом году экономическая ситуация оказалась настолько нестабильной, что цены подскакивали до 15 миллионов. Но то были магистральники, собранные из остатков санкционных деталей. А здесь – Россия, Белоруссия и Китай. А потому неудивительно, что перевозчики изучают альтернативные варианты. Тем более, что никто пока не знает, насколько надёжным получилось спешно подготовленное антисанкционное исполнение. Не секрет, что автозавод «Урал» готовится наладить производство собственных ведущих мостов грузоподъёмностью от 10 до 16 тонн и рулевых осей грузоподъёмностью от 7,5 до 9 тонн. Первые образцы будут готовы до конца этого года. А теперь руководство предприятия решило замахнуться на производство оригинальных раздаточных коробок. Их запланировано сразу три. На входной момент 12, 18 и 25 тысяч ньютон-метров. В проектировании агрегатов заводчанам помогут учёные из научно-исследовательского института опытного машиностроения Южноуральского государственного университета. Для этого учреждению выдан грант на сумму 28 миллионов рублей. Впрочем, готовые раздатки появятся не то чтобы скоро. Пока лишь сформированы рабочие группы, да состоялась первая встреча. В серию новое поколение узлов пойдёт примерно через три года, заменив собой агрегаты нынешнего образца. Кстати, нынешние коробки рассчитаны на полноприводные грузовики полной массой 27 тонн, а перспективные на все 34. Ведь опять же, Урал давно говорит, что будет осваивать новые для себя ниши.